Если поставить платежку, то примерно половина всей суммы – это плата за содержание и ремонт. Содержание и ремонт – это помыть, покрасить, заменить, отремонтировать. И вот за эти деньги даже Аксен не должен делать. Но он ничего не делает, обслуживающая компания ничего не делает. Что происходит? По документам они выполняют все работы, какие должны. По документам. Составили акт выполнения работ, деньги списали, но ничего не сделали. И мы придумали механизм, как заставить их на самом деле работать. Мы говорили, что обслуживающая компания должна понять некий объем работ. Этот объем работ прописан в правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда гигантский документ, где скурпулезно прописано, что конкретно должна делать ваша обслуживающая компания. И, опять же, юристы фонда борьбы с коррупцией прочитали этот скучный документ и пришли к выводу, что все в доме всегда должно быть идеально. Вот степень идеальности, чтобы вы почувствовали, продемонстрирована в одной из статей этих правил, которые размучили следующим образом. Обслуживающая компания периодически обязана натирать до блеска металлические детали входных дверей и одни ручки. То есть вы поняли, да, фраза «натирать до блеска металлические детали» на прописанном законе. Мы за это платим. Ну такая, как просто смешная статья, но на самом деле вот должны мыть окна два раза в год, мыть полы, и закрашивать надписи на стенах. Если что-то сломалось, тут же заменить. Вот степень идеальности нужно хорошо прочувствовать. Ну, к примеру, у вас на полу подъезде лежит плитка. Какая-то плитка откололась, и ЖЭК в эту полость, образовавшуюся, залил цементом, как бы вровень. Вроде как нормально, никто не спотыкается. Но мы вспоминаем слово «идеально» и, согласитесь, это неидеально. Поэтому в законе прописано, что ЖЭК должен заменять, ремонтировать полы таким же материалом, то есть не как ранее умноженные полы. Если плитка, значит и плитку должны положить на место скола. К примеру, у вас серый пол, они кладут белую плитку. Опять же, это неидеально. И в законе прописано, что не просто плиткой должны заменять, а подбирать по цвету, рисунку, размеру. Дальше. Вот, окей, есть компания, есть деньги, которые мы платим, есть даже правила, которые нам важно соблюдать. А если она их не соблюдает, что происходит? В кодексе об административных правонарушениях, кроме штрафа за митинги, есть штраф за грязный подъезд, разбитую лампочку и, в общем, все эти коммунальные проблемы. 7.22. Нарушение правил содержания ремонта домов. То есть, если у вас грязь в лифте, начальнику вашего ЖЭК полагается штраф за грязь в лифте. То есть, это не соседи какие-то до вас неаккуратные или еще что-то. Административные правонарушения тоже нужно четко понимать. Окей, есть даже статья. А кто будет наказывать? В каждом субъекте Федерации есть специальный надзорный орган, жилищная инспекция. Такие специальные чиновники, которые заточены на то, чтобы контролировать качество содержания домов, чтобы выдавать предписания и все привести в порядок в соответствии с нормами. Но по своей инициативе жилищная инспекция не может проводить проверки, не может выявлять нарушения чаще, чем раз в три года. Это после фразы, то ли Путин, то ли Евгелева, хватит кошмарить бизнес. То есть, хватит проводить проверки. Но, если вы направляете официальное заявление в жилищную инспекцию, то по такому заявлению инспекторы могут хоть каждый день проводить проверки в нашем подъезде, хоть каждый день шарфовать, подавать предписания и выполнить определенные объемы работы. Допустим, это все понятно. Но непонятно, куда писать, как писать, в какой форме, что в этом заявлении нужно указывать. А это еще на почту что-ли нужно прийти, в очереди стоять, куда-то отпускать свой письмо. И вот на этом, как правило, все заканчивается. Окей, некоторые уже в свою обслуживающую компанию, как правило, и бабушки, и начинают скандалить, и в результате ничего не происходит. Почему? Потому что обслуживающая компания по своей воле сама себя не оштрафует, сама себя не заставит что-то делать. Они привыкли годами нас отборовывать, и все деньги, которые мы платим, просто власть себе в карман. И создали эффективный акт выполнения работы. Поэтому мы создали сайт, который называется «РОСЖКХ». Это, в общем, такая штука, которая генерирует официальные заявления и сама отправляет их куда нужно. Вам остается зайти на сайт, из списка выбрать свою проблему, не знаю, там, кнопки «Сожгли». Сразу открывается форма заявления, которое написали наши юристы. Это вот не какие-то три строчки, как обычно можно представить. В таком стадрике такая проблема. Это три страницы текста, как исковое заявление фактически, со всеми ссылками на все существующие законы, кроме того, на судебную практику. Продолжение следует...